мы скажем слава господу господь есть на этом месте он с нами он наш живой иисус любящий нас заботящийся нас именно такого иисуса мы проповедуем с таким иисусом мы живем мы движемся мы читаем его слово живем этим словом и это слово оно находится в нас любовь божия находится в нас мы только вернулись неделю назад с мексики жаркой мексики и слава богу мы видели как дух святой действовал как всегда знаете мы видели божью работу мы видели что делал бог я хотел бы сегодня немножко посвидетельствовать за эту поездку о том что делал бог в этой поездке да недавно мы вернулись с ватемалы но бог повел слово в мексику и я вижу что-то знаете господь так ложит на сердце ехать и бог сказал я избрал тебя для интернационального служения и ты будешь нести евангелие мое в те народы даже которые ты не думал и знаете бог ложит на сердце мы идем мы делаем работу божию я хотел бы зачитать то что уже не раз и читал но это слово божие мы должны читать его вникать в него и может быть какому-то сердцу какому-то брату сестре это слово будет как бы положено чтобы идти и нести евангелие погибающим людям погибающие твари то есть пусть бог ложит нам это на сердце я хотел бы сейчас прочитать евангелие от марка 16 глава с 15 стиха и до конца евангелие от марка 16 глава с 15 стиха и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет уверовавших же будут сопровождать сии знамения имени моим будет изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей и если что смертоносное выпьют не повредит им возложит руки на больных и они будут здоровы и так господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную бога они пошли и проповедовали везде при господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями аминь слава богу знаете боже слово но не изменилось господь ищет делатели делатели чтобы где-то употребить здесь в америке кого-то употребить может быть за пределами америки послать какую-то страну и бог наделяет этой силой бог наделяет помазание знаете это было уже удивительная поездка я сильно переживал мы обычно едем в конце августа но так как уже кемпы были там назначены нам пришлось сместиться на начало августа я сильно переживал там просто невыносимая жара в это время я молился за неделю господи погода она в руках твоих то есть ты можешь дать такую погоду чтобы нам было терпеливо идти 3-4 репцентра в день где жара невыносимая где крыша железная она раскаленная там ты будешь находиться как в печке я понимал все как бы что будет очень тяжело но я молился господи погода в твоих руках и знаете господь сделал перед нашей поездкой в округе прошли дожди и пришло небольшое охлаждение и мы это знаете чувствовали то есть было терпеливо да мы были мокрые все но не та жара которую ожидал я который за которую я переживал бог дал даже в погоде знаете такое как бы послабление и слава богу знаете в этой поездке со мной ездила молодежь с аляски с ванкувера тот чтоб под портландом с донецкой церкви с марезвильской и только немножко с нашей церкви знаете слава богу бог работал не только через нас но бог работал и с нами бог работал и знаете когда молодые люди видят как сходит дух святой как в этих репцентрах люди каются как они приходят богу как выходят бесы как люди получают исцеление они в трепете просто подходят брат саша надо поговорить я хочу очистить жизнь я хочу привести жизнь порядок я неправильно жил я там больше провожу время на интернете у меня телефон загруженный я в этом завяз и знаете просто начинает открывать сердце потому что увидели славу божию видели как дух святой действует как больше любовь знаете касается людей и человека начинает что-то работать неправильно живу что-то неправильно вижу в своей жизни я хочу изменить свою жизнь я хочу быть благопотребным сосудом для божьего царства я хочу быть благопотребным сосудом для иисуса христа и знаете божья любовь она настолько обли объемлющая божья любовь она настолько знаете когда ты приходишь к нему и открываешь свои грехи бог прощает какие бы грехи твои не были ты идешь к иисусу в раскаянии со слезами бог слышит тебя бог видит тебя я знаете всегда как-то бог так вот ложит на сердце когда человек исповедуется первая иоанна первая глава 9 стих я хотел бы это тоже прочитать это очень нужно для нас знаете первая иоанна первая глава 9 стих если исповедуем грехи наши то он будет че верен и праведен простит нам грехи наши и очистить чистить нас от всякой неправды бог прощает бог очищает когда ты приходишь к нему святой до освещается еще если люди могут думать то я святой я вроде бы живу как все но тебе нужно освещение ты хочешь перед господом святым богом и бог желает нашего освещения да мы может быть за всю жизнь мы не достигнем что-то каких-то таких высот но святой до освещается еще когда мы ищем иисуса христа когда мы ищем его на коленях когда мы читаем слово божие оно работает в нас оно переделывает нас мы становимся лучше наши мысли становятся лучше это процесс освещения и слава богу что иисус он любящий бог и он обещает что если исповедуем грехи если мы придем пред ним скам господи прости бог прощает и бог подымайся иди дальше да сатана придет сказать куда ты идешь вспомни свою жизнь вспомни свои грехи да бог тебя не простил бог тебя не любит бог тебя не слышит бог тебя не видит это обман дьявола божья любовь она объемлит иисуса любовь она она в нас она в нас знаете когда петр встретился с иисусом когда представляю него было возможно глубокая депрессия учеников пошли ловить рыбу все рухнула видели славу божию видели чудеса божие но все распалось все как-то куда-то делась пошли ловить рыбу и тут иисус приходит им уже приготовлено все кушать они узнают его приплывает петр первый потом ученики множество рыбы все но смысл того что иисус говорит петру любишь ли ты меня три раза петр аж опечалился уже да я люблю тебя иисус я люблю тебя с ним и бог любил петра даже тогда когда он отпал когда он впал в этот грех когда он предал как бы иисуса своими словами иисус любил его иисус был с ним сегодня иисус задает нам вопрос любишь ли ты меня готов ли ты исполнять мои заповеди готов лежит и жить по слову моему готов ли ты идти проповедовать имя мое готов ли ты умереть за меня любишь ли ты меня александр петр иван настя маша то с любишь ли ты меня сегодня задает вопрос господь нам нам довелось потрудиться в мексике в двух штатах мексиканских пять больших городах это были рыбцентры это была одна церковь для господь нас сильно употребил там как бы год назад вроде бы умер пастырь и нету служителей церковь большая и просто эта церковь руководит его жена потому что нету почему-то ни дьяконов ни пастырей и бог нас там употребил знаете бог дал слово для этой церкви ободрение я видел как больше половина церкви вышла наперед на покаяние были слезы были молитвы были исцеление освобождение бог действовал в той церкви очень сильно слава богу знаете это его работа это работа духа святого я благодарен церкви нам с миссионерского отдела я уже сам попросил мы обычно не бросим но так как я приехал с ватемалы у меня было минус 2000 баланс и сложности финансовые серьезные были но бог положил на сердце ехать в мексику и господь так чудно все устроил я просто попросил мы закупили 500 евангель чтобы сейчас ехать в мексику нам было выделено 481 доллар на евангелии потом перед отъездом нам выделили 600 долларов которые мы вложили на заправки то есть заправлялись бензин сейчас очень дорогой мы в основном едем за свой счет в мексику и или кто-то если жертвует то благодарю всех кто принял участие в этом проекте знаете жив наш господь просто хочется много сказать но все не скажешь что делает бог там насколько господь любит человека вот видишь знаете стоит человек в татуировках живого места нету на лице все в татуировках там все тело просто даже вот лицо все и знаете когда его дух святой касается человек падает на колени и начинает каяться начинает призывать имя иисуса христа благодарить иисуса что иисус есть любящий бог что он простил его что намыл его своей святой кровью это просто знаете но ты сам стоишь и плачешь потому что идет действие духа святого это знаете вот тоже жарко но смотрю молодежь подходит она обнимает этих реабилитантов в мексике ты весь мокрый он весь мокрый слезы текут у него ты чувствуешь как это горячие слезы тебя на груди появляются и радуйся думаешь господи да хорошо видеть когда люди исцеляются это чудо видеть как действие божие идет в исцелении это чудо но самое большое чудо всегда подчеркиваю это когда человек кается когда человек приходит к иисусу христу и понимаешь когда ты обнимаешь этого человека он потом меня в жизни никто не обнимал меня отец бил мать била я никогда не испытывал любви и тут через тебя я чувствую любовь божию как иисус обнимает меня как иисус меня прижимать себе груди и ты чувствуешь эти слезы там и сопли все но ты радуешься вместе с ним и понимаешь что на небе ангелы радуются потому что грешный человек который был наркоман который был алкоголик то есть выброшенные этим обществом толк оттолкнут этим обществом иисус его принимает и потом часто приезжаешь где-то в мексиканские церкви они выскакивают мы вас знаем мы помним вы были у нас в центре я там покаялся принял иисуса христа бог изменил мою жизнь бог вошел мою жизнь бог дал мне жену детей знаете это радует это радует когда в женских хребцентрах сила божья сходит иногда просто даже приходится менять свои планы потому что дух святой свои корректировки вносит смотришь вроде бы еще там чтобы проповедь такая чтобы на призыв сделать и оно не доходит уже женщины сидят плачут готовы принять брать а все давайте зовем их наперед и и бог 10 а уже потом остальной план будем делать знаете насколько иисус любящий бог насколько он любит человека и сам меняется видишь божью славу видишь как иисус действует ты начинаешь тоже меняться внутри твоя вера укрепляется твой подход господу укрепляется ты понимаешь многие духовные вещи которые происходят вокруг тебя потому что ты видишь славу божию ты видишь как дух святой действует знаете это просто не описать бог есть любовь знаете когда мы пребываем божьей любви нам хочется любить брата даже который делает нам плохо нам хочется любить сестру которая делает нам плохо это любовь больше она просто изливается из нас и думаешь господи насколько ты действительно любишь нас когда помню стоял на горе синай там где стоял моисей смотрел на пол на полки израильские на их не колено я просто там помню как бог проговорил моему сердцу я люблю человека проповедую моей любви говори людям о моей любви туда куда тебя буду посылать говорим о любви моей действительно хочется говорить о любви иисуса христа который объемлит все хочется говорить для тех братьев сестер которые упали которые сегодня пришли пустые на это служение хочу сказать иисус любит вас он слышит ваши молитвы он слышит даже может быть ваши вздохи любит тебя хочет иметь общение с тобой он хочет быть внутри тебя чтобы та любовь которую он нам показал умерев на голговском кресте он хочет чтобы эта любовь она была в нашем сердце она изливалась из нас большими потоками чтобы люди видели в нас эту любовь они шли к иисусу христу они служили богу недавно на стройке работал встретил там одного нашего брата и как-то так заговорили стал ему свидетельствовать начал рассказывать ему работа был недавно вот имали в таджикистане в мексике вот вернулся только и начал ему свидетельствовать он стоял слушал и я смотрю сразу но она он видно что в духовном состоянии вот ну не очень у него слушай ты сейчас ходишь в церковь нет я бросил ходить церковь я не могу ходить церковь потому что не могу слышать эти проповеди не могу услышать там то 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 говорю слушай ну может быть надо посмотреть свое сердце может быть надо призвать иисуса христа и знаете думаешь сколько проблем народе вроде бы есть слово божие божия любовь действует дух святой действует что нам мешает прийти к иисусу что нам мешает чтобы он чтобы позволить ему чтобы он делал свою работу в нашем сердце бог есть любящий бог я помню как одна молодая сестра она пришла к иисусу она сделала большой грех она отступила от бога она грешила несмотря на свои 18 лет она прошла через многое через ноги скорби и сердце было разбито она была просто уничтожена грехом но божья любовь коснулась ее сердце потому что она позволила иисуса сделать свою работу она исповедала свои грехи она пришла к иисусу она отдала все иисусу отдала все на голгофский крест я видел бог стал работать с ней она стояла плакала она стояла на коленях и взывала к иисусу благодарила бог исцелял ее сердце бог удалил эту тяжесть эту боль эту вину знаете бог все забрал я уже это рассказывал и когда мы вышли на улицу была большая лужа лежал камень просто камушек там в этой луже я подошел взял его помыл и говорю я взял так на руки смотри ты есть то жемчужина ты была камнем для этого мира ты лежала в этом хризи в этой луже грязной по тебе ходили тебя пренебрегали тебя отвергали даже в церкви тебя отбросили тебе собой не хотели никто общаться ну смотри сегодня ты пришла к иисусу ты исповедала свои грехи бог тебя очистил омыл своей святой кровью и сейчас в руках иисуса ты есть драгоценная жемчужина она еще больше расплакалась я сам начал вытирать слезы потому что я понимаю что этот дух святой сказал к ее сердцу через время она призналась мне горит знаете то что вы мне сказали это мне помогло в жизни дальше это помогло мне дальше бороться отстаивать свои позиции когда враг приходил и начинал обличать я помнила что я есть жемчужина в руках иисуса христа что иисус любит меня что он умер за меня что он воскрес за меня что он со мною бог мой и бог изменил ее жизнь полностью на сто процентов она любящая сейчас господа она идет за господом и она ищет и вот дальше дальше продвигается то есть не останавливается на достигнутом знаете слава богу это делает наш господь я свидетельствовал за гватемалу еще хочу сказать бог так устроил с нами был тоже этот пастырь алвара гватемалы когда я свидетельствовал его жизнь была ужасная он рос с мамой которая была христианкой но он отступил от бога и стал киллером профессиональный киллер он убивал людей за деньги его нанимали то есть он мог хорошо убить профессионал был он вот я убил за все за свою жизнь это сорок человек однажды я прихожу вечером после очередного убийства я убил двух человек двух молодых человек хладнокровно убил я пришел я весь в крови был я слышу мама стоит на коленях молиться иисус помилуй альвара прости его приведи его чтобы он был проповедником твоим чтобы он был пастырем чтобы он был евангелистом иисус я посмотрел на свои руки которые были в крови на свою одежду которая была запачкана на обувь на все я был весь в крови такой с меня проповедник я жестокий убийца но бог делал свою работу по молитвам матери и божья любовь она шла хранила этого человека и божья любовь сделала так что он попал в тюрьму ему светил очень большой срок но пришли миссионеры в ту тюрьму он покаялся принял иисуса христа господь сделал так что его освободили очень рано и он вышив на волю стал знаете таким мощным проповедником он ничего не боялся и не боится сейчас он стал пастырем церкви знаете когда я смотрю на него и тружусь с ним думаю интересно знаете с человеком трудиться который был киллером профессиональным киллером но бог изменил его по молитве матери мать не дождалась мать не дождалась увидеть это чудо это действительно чудо когда человек был такой грешный такой знаете мерзкий и бог изменил его бог простил потому что человек пришел исповедовал свои грехи человек отдал все иисусу христу который любящий и прощающий бог это наш иисус он любит тебя он готов простить тебя если ты придешь просто скажу господи прости я не хочу так больше жить я не хочу сидеть на партнографии я не хочу делать какие-то мерзкие дела я хочу любить того брата который мне противен хочу любить то сестру которая мне противная может быть измени мое сердце я не хочу так больше жить Я хочу, чтобы твоя любовь была во мне, чтобы дети мои видели твою любовь, чтобы жена моя видела твою любовь, чтобы муж мой видел во мне твою любовь, чтобы окружающие видели твою любовь, Иисус. Знаете, это так важно, так важно. Бог изменил этого Альвара, и Бог ведет его, и действует через него. Это, знаете, мощный проповедник, несмотря на то, что даже приходится ему пожинать свои плоды. Однажды в автобусе он проповедовал на весь автобус, и один человек подошел, уже пожилой, смотрел на него, и говорит, я узнал тебя. Я долго тебя искал, чтобы убить тебя, потому что ты убил моего сына. Я искал тебя, и вот я сегодня нашел тебя, но я вижу, ты изменился, ты стал христианином, и я просто прощаю тебя, потому что я тоже христианин. Несмотря на то, что я искал тебя, я прощаю тебя. Знаете, как тяжело иногда простить, особенно если ты встречаешь убийцу своего сына. Как тяжело через это переступить, но тот брат, вот и малец, простил. Возможно, я не верю в случайности, я верю, что Бог так свел их вместе, чтобы и Альвара, Альвара, у меня нечего было просто сказать этому человеку. Я готов был провалиться на том месте, не видеть его глаза. Да, Хрех делал свою работу, но он получил свободу, он получил, знаете, и вот это, я заметил, когда Бог прощает много, человек начинает быть ревностней, человек начинает проповедовать, человек начинает идти и служить Богу. Я тоже свидетельствовал, со мной тоже трудится один брат, мексиканец, его зовут Ильис. Сын пастыря, отступил от Бога. Его пастырь был первый в большом городе Мехикали, первый пастырь, первая церковь была основана. И он говорит, когда мой отец проповедовал, стоял за кафедрой, я чистил машины прихожан. Чистил в плохом смысле. Бывало, что даже снимал радиатор. И люди выходили и знали, кто это сделал, зачем сделал. И отцу много доставалось, потому что отец пастырь, а сын пастыря во время проповеди пастыря обворовывает машины. Неприятно. Ну, молились, знаете, молились за него. Отец стоял в проломе, отец постился с мамой, молились. Он прошел 40 репцентров, ничего не помогало. Он прошел тюрьмы, ничего не помогало. Он много сидел, получается. Умерла мама, он был в тюрьме. Умер папа, он был в тюрьме. И когда вышел, знаете, Иисуса любовь, она нашла его. И он открыл свое сердце, он стал служить Богом. Когда мы поехали в Гватемалу, через всю Мексику, он поехал с нами. Он увидел, знаете, как Бог действует через нас. Он зажегся через это. Он просто возгорелся. И сейчас он в Мехикале, он попросил, мы ему когда-то купили аппаратуру. И он ездит, проповедует по реабилитационным центрам. Он ездит до бомжа и отдает свои последние вещи. И проповедует им, говорит, я сам был бомж. Я сам был в такой жизни. Я знаю эту жизнь, эту страшную жизнь. Я был наркоман. Я был бомж. И он этих людей понимает. И у него сердце горит. Он приводит этих людей к Иисусу Христу. Знаете, слава Богу. Иисус наш есть Бог. Иисус есть прощающий, освящающий. Он есть наш Господь. Он есть наш Бог, любящий, прощающий. И такого Иисуса мы проповедуем. Такого Иисуса мы несем погибающим людям. Они говорят, нам ничего не надо, когда мы заходим в репцентр. Они говорят, мы видим ваши лица. Мы видим ваши глаза, наполненные любовью. Потому что я всегда молодежь пошляю, обнимайте их. Если Дух Святой говорит в сердце обнять, обними того человека. Он отверженный обществом. Он ненужный. И знаете, когда мы обнимаем их, они плачут. Они свидетельствуют. Говорят, это просто сломило меня. Потому что я почувствовал. Я не то, что увидел. Я даже почувствовал твою любовь от Иисуса Христа. Как важно этому миру нести любовь. Как важно миру показывать эту любовь. Как важно нам, отцам, матерям, показывать свою любовь детям. Чтобы они видели эту любовь. Потому что когда мы очень иногда неправильно с ними поступаем, в мире найдется тот человек, который скажет им по сердцу их. Который проявит какую-то любовь, и это уведет их. Интересно, знаете, тоже в последнее время видишь, как многие молодые семьи уходят из церкви. Мне это, знаете, больно. Потому что идут туда и говорят, я там буду трудиться. Я буду там нести какое-то это. Я знаю того пастыря и проблемы его. Потому что приходится трудиться, знаете, здесь. И когда приходят люди и говорят, я носил этот грех. И когда прихожу до пастыря, говорю, так и так вот, мне нужно исповедание. Мне это исповедание нужно, иди с Господом разбирайся. И думаешь, ну что можно там получить. Когда пастырь не может уделить внимания человеку. Когда пастырь не может, какой там можно труд нести в той церкви. Давайте мы задумаемся, особенно обращаясь к молодежи, к молодым семьям. Здесь есть труд, есть где трудиться в церкви. Если ты не можешь найти, помолись. Иисус даст тебе. Иисус пошлет тебя. У нас есть миссионерство. У нас есть в церкви много делов, где есть труд. Ищи Иисуса. Пускай его любовь в свое сердце. Он готов тебя прощать. Он готов тебя исцелять. Он готов высушить тебя. Его уши не устали слушать нас. Его глаза видят нас. Он не устал видеть нас. Мы находимся под его полным контролем. Если Бог даже знает, сколько волос на нашей голове, то Бог знает всю твою жизнь. Он видит тебя. Ничего не сокрыто от Него. Приходи сегодня к Нему. Отдай Ему свое сердце. Говори с Ним. Открывай свое сердце. Бог готов простить тебя. Бог готов сделать свою работу в твоей жизни. Давайте мы сейчас встанем на колени, будем молиться. Может быть, кто-то найдется здесь, кто желает, чтобы за Него помолились. Нету радости в сердце, уныния, какое-то давление в сердце. Проходишь какие-то испытания. Приходи сегодня к Иисусу. Мы из церкови, мы из братья и сестры. И мы готовы отдавать, знаете, любовь Иисуса Христа тебе, чтобы она изливалась в твое сердце. Чтобы Бог действовал в твоем сердце. Давайте мы сейчас будем молиться и отдавать все Иисусу Христу, нашему Господу. Ему за все слава.